Девушки отдыхают 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 То есть, кого только не было, допустим, на русском матче, там индусы сидели сзади, тут же рядом немцы, тут же китайцы, вьетнамцы, практически весь мир присутствует на стадионе, потому что билеты доступны всем, и кто любит такие вот вещи, они, конечно, приезжают посмотреть, поддержать, поболеть за своих, в первую очередь, и за команды, которые они любят. А красноярцев встретили там на стадионах? В красноярце были, но таких известных я не видел, честно говоря, но... Может быть, к вам подходили, может быть, вас узнали? Да, ко мне подходили, потому что меня знают, многие подходили, и так получилось, что вот я полетел на российский матч в Сочи, у меня были билеты на Бразилию и Бельгию, и дальше там Швеция, и у меня не получилось, потому что довольно дорогий перелет, и я решил не лететь. И вот случайно в Сочи в аэропорту встретил красноярцев, которым нужен был билеты. Меня забрали эти билеты, полетели вместо меня в Казань и в Самару посмотреть. Хорошо, вы очень много фотографий выкладывали в социальных сетях, в Инстаграме, в частности, у нас есть возможность посмотреть несколько из них. Что за головные уборы у вас там разные? И кокошники, и какие-то шапки, что это? Все фанаты были в подобных? Ну, кокошников у меня, слава богу, не было, потому что это все-таки... Значит, кого-то другого я в кокошниках видела. Очень много разных фотографий сейчас в социалистике. О нем я сегодня много прочитал, кстати, но не хочу там говорить. Но вот такой есть и хорошие, и не очень хорошие вещи, которые связаны с кокошником и его как бы значимостью, или как правильно сказать. А у вас что за головные уборы у вас? У меня был костюм воевода вначале, то есть Андрей Дубинской, так называемый, который я взял в одном из народных ансамблей. И этот костюм был очень привлекательный для СМИ. Естественно, я в первый день во время открытия чемпионата я дал интервью порядка, наверное, 9 телекомпаниям. И трем иностранным, в том числе. Это австралийская, потом аргентинская и, по-моему, французская телевидение. Попал на Евроньюз, попал во многие российские каналы. На первом канале раз в 12 мне сказали, показывали до того, что на Сочи мне узнавали уже ребята с первого канала. У вас есть фотографии с футболистами, которые не менее интересны, и с нашим вратарем, с Игорем Акинфеевым фотографировались. Где удалось их встретить, удалось ли пообщаться? Дело в том, что на самом деле доступ к футболистам во время чемпионата довольно сильно ограничен, потому что ребята настраиваются и так далее. Так получилось, что я жил рядом со сборной России и сборной Хорватии, кстати. Со сборной Хорватии так не удалось близко пообщаться с ребятами в отеле, в роде, в котором они проживали. В принципе, удалось вместе с многими болельщиками, естественно, немного пообщаться, посмотреть на них. И, конечно, они довольно сосредоточены были, потому что готовились к чемпионату, но тем не менее почти все подошли, расписались, поговорили, сфотографировались, практически никому не отказали. А вам удалось что-то спросить? Ну, естественно, спрашивали, как настроить, на что спрашивать, что можно спрашивать, потому что люди готовятся к ответственному матчу, конечно. Завтра матч, и о чем можно тут спрашивать? Конечно, все желали победы, и, естественно, вы видели, матч какой драматический был. Ну, в целом, мне кажется, наша сборная порадовала всех. Хочется похвалить, конечно. Очень достойно играли. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были в 2014 году в Сочи на Олимпиаде. Конечно. Атмосфера как-то отличается на Олимпийских играх и вот на этом чемпионате мира? Вы знаете, я люблю посещать Олимпиады, чемпионаты мира, по хоккею, по футболу. Да, и ради атмосферы. Конечно, основное, как я сказал, это уже все-таки поддержка своей дружины, команды, не знаю, кого, спортсмена. Это, наверное, самое важное в этой поиске, в таких мероприятиях. В целом, конечно, все едут за атмосферой, только за атмосферой. На стадионе, допустим, когда там 40 тысяч или 70 тысяч болеют, кричат и общаются до входа на стадион, после выхода со стадиона. Это, конечно, дорогого стоит. Какой матч вам запомнился больше всего? Какой, может быть, самый эмоциональный был там на трибунах для болельщиков? Как считаете? Ну, для меня, конечно, это все российские матчи, где участвовала сборная России. Как и для всех, кто туда пришел. Ну, это несомненно. А другие матчи, конечно, я, честно сказать, болел за то, чтобы, или ставил на то, чтобы все-таки в финале была какая-то южноамериканская команда и Европа, грубо говоря. И вот так получилось, что все команды, к сожалению, вылетели. И та же Бразилия, которая очень хорошо смотрелась, Мексика, Аргентина, которые болели. Но она, конечно, вообще невнятно сыграла. Мне кажется, очень неожиданно это для многих. Да, очень неожиданно было со сборной Аргентины, конечно, все там обсуждали, что игра вообще такая очень слабая и невнятная. И Месси тоже ничего не показал. И не дали ему. Но это, возможно, на фоне других команд стало видно. Когда Бразилия и Бельгия играла, было, конечно, видно, что все-таки класс европейский, он повысился. Хорошо. Это вот все то, что происходило на стадионе. А что происходило потом, вот после матча из России за пределами стадионов? У нас здесь в Красноярске, вот когда наши победили, конечно, тут гуляния были до самого утра. Ну, я вам скажу одно, полные бары, до утра то же самое, пиво рекой, где-то кто-то и спал, выпивший там, но в целом я не видел каких-то таких... В целом прилично, я надеюсь. Ну, в целом прилично, да, я не пью, там где-то немного пива, может быть, а так в целом, ну, мне показалось, что все-таки все было достойно. Но оно не могло быть недостойным, потому что очень большие силы правопорядка были брошены. То есть здесь, в России... Но улицы, наверное, тоже были полные. Отличилось, конечно, везде были люди, фан-зоны, рестораны, бары, везде были люди, это приятно, конечно, что... Это здорово, это здорово, что и люди болеют, и всем нравится... И хорошо было организовано, кстати, мне понравилось во всех городах, молодцы, как бы смогли, подготовились, принимали. Ну, есть там некоторые нюансы в поездах, допустим, я ехал, я не... Ну, нюансы, они всегда есть. Спасибо вам большое, что вы пришли в нашу студию, к сожалению, времени у нас остается очень мало. Я напомню, что у нас в гостях был ресторатор и депутат городского совета Владимир Владимирович.